Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». И сегодня с нами солист оперной труппы Мариинского театра. Это Эдем Умеров. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Эдем Умеров, оперный певец, баритон, родился в Самарканде. В 1991 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, после чего работал ведущим солистом театра «Санкт-Петербург-опера». С 1998 года Эдем Умеров входит в состав оперной труппы Мариинского театра. Репертуар певца многогранен, превосходны его вагнеровские и вердиевские работы, богата галерея персонажей русской оперы. В числе исполняемых партий Борис Годунов, граф Томский, Ригалетто, Скарпиа, Мазепа и многие другие персонажи. Я в каком-то из ваших интервью читала, что наряду с Верди и Вагнером Чайковский входит в тройку ваших любимых композиторов. Ну да, это точно. Для певцов, для дирижеров, даже для артистов балета. Такой композитор, один из любимых. Ваш путь в музыку не был очевиден, скажем, с самого детства. Насколько я знаю, вы даже успели получить какую-то совершенно не связанную с музыкой профессию. Считаете ли вы, что как раз-таки путь в артисты, путь в музыку – это та дорога, которая сама вас нашла в конечном итоге? Ну, это действительно так. Потому что я вырос в семье музыкантов. У меня две старшие сестры, они профессиональные музыканты. Отец – профессиональный музыкант. Я помню, как я случайно маленький был, во втором или в третьем классе нашел пластинку с Болеро Равелли. Я поставил случайно и просто как завораженный послушал, наверное, раз десять, наверное, послушал это Болеро. Потому что там вот этот соло-кларнета, вот это первое начало, потом вот этот ритм. Да-да. Опять же энергия, да? Да. Он так завораживает, что я там, наверное, целый месяц слушал это Болеро. С оперы там, конечно, было немножечко посложнее, потому что все время передавали записи Козловского. Я, когда был маленький, я не мог воспринимать его тембр голоса. Он на меня как бы физиологически действовал. Ну, а потом я через несколько лет, когда начал музыкой заниматься, я вдруг понял, что это гениальнейший музыкант, который просто вот до сих пор такого нету музыканта, как Козловский, что там он брал совершенно другим. Так все-таки в какой же момент вас музыка настигла? Ну, она всегда была. Именно как профессия будущая? Как будущая профессия, я решил где-то уже где-то в 16 лет, что я стану музыкантом, работая на заводе в свободное время. Там был у меня товарищ, который научил меня на гитаре играть. И через это дело я как бы начал потихонечку покупать какие-то сборники с песнями, там, с эстрадой, там, аккорды начал учить. Еще полтора года после армии проработал на заводе и потом поступил в училище. И то я не на певца поступал, я поступал на дирижера хора. То, что вот я изначально хотел на дирижерский идти, это помогло. Не было вот этой однобокости, как бы. Очень много обучающихся людей, которые с шикарными голосами не хотят учиться. Учат только вокальную строчку и все. И думают о том только, как бы, звук найти. А певец же это комплексная профессия. Нужно уметь слушать оркестр, уметь слушать партнеров, уметь двигаться по сцене. Даже темп держать, это до тех пор иногда, вот, не слышишь оркестр иногда, когда поешь, то убежишь, то отстанешь там. Ну, это нормально. Даже большие певцы грежат этим до сих пор. Скажите, а ведь вы приехали получать уже серьезное музыкальное образование в Ленинград на тот момент, да? И, собственно, в дальнейшем в Санкт-Петербурге уже и складывалась ваша дальнейшая карьера и жизнь. А было ли это сложно с человеческой точки зрения, что вы такой южный человек, после южной жизни в Самарканде перебрались, ну, в музыкальную столицу, в Петербург, но все-таки это северный город, там все совершенно иначе. Для вас это было сложно? Дело в том, что там же молодость, адреналин и, как вы сказали, столица. Конституция у нас находится напротив Мариинского театра. Пара закончила, и тут же идешь на спектакль. Пешком до Большого зала филармонии, там 25 минут идти пешком. Там же недалеко и Малый театр находился. Это идеальный город для того, чтобы получить профессию. Просто нужно не лениться, ходить на спектакли, на концерты. А я в 26 лет только в консерваторию поступил. Я так высчитал, что я закончил в 31, и нужно так учиться, чтобы уже быть готовым певцом к этому времени. И я старался не терять время. Ну, и сейчас выясняется, что, оказывается, все равно мало работал. Хотя я закончил в 31, а в 35 лет я уже спел две самые, как говорится, такие значимые партии. Реголета и Бориса Гуднова. А потом уже в театре я уже понял, что этого мало. И начал заниматься, как говорится, планку повышать. Каждый день нужно, как бы, хотя бы на 2 миллиметра повышать планку своего мастерства. И вот вы по жизни фаталиста, вы как считаете, все приходит к артисту? Ну, как бы, то, что должно прийти в нужное время? Или все-таки здесь нужно, что называется, постоянно-постоянно-постоянно делать шаги к тому, чтобы приближать к себе? Может быть, это и есть, и то, и другое. Мало сидеть, это вот так, а, вот, как говорится, упадет с неба, или яблоко там с дерева упадет, я его тогда скушаю. Когда я поступил уже работать в качестве преподавателя, я еще больше стал заниматься. И когда я своим студентам даю задания дополнительные, и они приходят с невыполненным заданием, я даже с ними не ругаюсь. Я говорю, ну что, вы хорошие ребята, талантливые, у вас хорошие голоса, хорошие внешние данные. Ну, какой толк вас ругать? Если вы не будете заниматься, вас потом, как говорится, вокальная судьба накажет еще больше, чем я буду вас ругать. Взаимоотношения с собственным голосом, как они у вас строятся, насколько большой труд вы вкладываете в то, чтобы поддерживать его в должной вокальной форме? Кроме репетиций, минимум час-полтора я занимаюсь, чтобы держать в форме. Находишь какие-то новые краски, новые ресурсы, и когда ты что-то новое находишь, надо это закреплять, и еще больше времени уходит. Но это время, оно не в тягость идет, потому что это творческий процесс, и как бы это интересно. Музыкальный театр совмещает в себе балетное и оперное искусство одновременно. Известно, что в балете достаточно короток век солиста, и они должны успеть максимум за короткое время. В этом смысле, вот в оперном жанре живется легче. Вы всегда для себя видите перспективу и возможность еще дальнейшего роста к чему-то? У меня средний голос, баритон, как бы. И там есть очень много партий таких, как бы, возрастных. Мазепу можно вообще петь до самой пенсии. Потом тенор, например, он есть и хороший тенор. Он тоже поет долго, если он сохранил свой тембр, как бы. Ну, насколько я знаю, тенорама-то сложнее, да? Ну, конечно, сложнее. Вот я смотрел запись с Альфреда Краусом. Ему там где-то 65 лет, он поет герцога. Звучит потрясающе. Просто голос молодой, но видно уже, что это, как бы, уже не молодой человек. Также и певица, вот он, как раз он поет этот спектакль с этой, с Джоан Сазерленд, который тоже за 60. И она потрясно поет «Джильду». Итальянцы говорят про оперу. Они говорят «сентире», чувствовать. Они не говорят «слушать». Говорят, ты был в опере? А он говорит «о сентито», я чувствовал. Сейчас такая тенденция омолаживается персонажи. Если, например, сопрано имеет яркую внешность или там тенор, им дают петь главные партии, им зрители прощают все, потому что они очень хорошо выглядят. Но это такая примета времени, да? Сейчас очень много требований к ведущим артистам. Эта профессия такая, она очень прекрасная и в то же самое время жестокая. Я своим студентам тоже говорю. Вы выбрали профессию красивую, прекрасную. Но знаете, что она может показать вам свои жестокие, жесткие стороны. Ну, насколько я понимаю, ведь у каждой сцены какая-то своя атмосфера, своя магия. Вот здесь, на Владивостокской сцене, вы насколько, тем более, что уже не впервые, насколько вы здесь себя хорошо ощущаете? Мне здесь очень нравится, во-первых, театр, просто шикарный проект и воплощение гениальное. Зрительный зал, вот это фойе, прекрасная там сцена. Возможности для того, чтобы здесь развивался этот жанр, опера и балет, просто потрясающие. Ну, а тем более там пройдет сколько лет, как театр, лет 10 уже есть или нет? Нет, еще 10 нет. Через 20 лет вы, дай бог нам всем, как говорится, это увидеть, здесь произойдет, как бы, квантовый скачок. И в балете его период. Будем ждать 12 лет в лучшем. Не, может, он еще раньше произойдет, но, как бы, через 12 лет это уже будет... Неизбежно произойдет. Это будет неизбежно. Спасибо вам за теплые слова, спасибо за беседу. Вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!